Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий Сошников, я работаю в Microsoft России, и я хочу рассказать вам сегодня, как программировать телефон Windows Phone 7 на Silverlight. Вообще говоря, для программирования Windows Phone 7 существует два возможных подхода. Это Silverlight и XNA. Они отличаются достаточно сильно. Silverlight — это классическое приложение, управляемое событиями, у которого есть отдельно размеченный интерфейс на основе языка XAML, и отдельно программный код, который реагирует на события интерфейса, такие как нажатие кнопки, и может этот интерфейс программно менять. И второй подход — это XNA, который чаще всего используется для написания игр. И программная модель там другая — это цикл игры, когда нам нужно постоянно обновлять состояние игры и отрисовывать ее. Сегодня поговорим про Silverlight, поскольку большинство деловых приложений, и даже простых двухмерных игр, могут быть эффективнее всего написано именно на Silverlight. Перейдем к демонстрации. Допустим, Visual Studio. Я использую бесплатный инструмент Visual Studio Express для Windows Phone. И создадим новый проект на Silverlight. Для этого скажем файл, новый проект, и выберем Windows Phone приложение. Существует несколько типов приложений для Windows Phone, но мы не будем сейчас на этом останавливаться, потому что наша цель — понять общие принципы написания приложений на Silverlight. Итак, для того, чтобы нарисовать интерфейс, нам нужно использовать разметку на языке XAML. Хорошая новость состоит в том, что знать XAML нам не нужно, потому что мы можем всю разметку нарисовать визуально в Visual Studio, либо в специальном инструменте Expression Blend, если нам разметка нужна красивая. Итак, мы видим здесь код на языке XAML и визуальное представление нашего телефона. Мы попробуем написать очень простое приложение, интерфейс которого будет достаточно аскетичен. Он будет состоять из одного текст-блока. Я перетаскиваю текст-блок на экран, изменяю его размер, и вот он здесь на экране. И из одной кнопки. Здесь же в текст-блоке мы можем поменять параметры, либо внизу в свойствах. Например, начальный текст делаем таким содержателем. Нажмите кнопку. И на кнопке сделаем надпись «Кнопка», чтобы было понятно и по-русски. Вот наше первое Windows Phone приложение. Пока что оно ничего не делает, но мы можем его уже сразу запустить и посмотреть, как оно запускается в эмуляторе. Что приятно, для того, чтобы отлаживать приложение под Windows Phone, нам сам телефон, в общем-то, по крайней мере, поначалу не нужен, потому что мы можем пользоваться очень удобным эмулятором телефона. Вот этот эмулятор сейчас появился, и в нем, мы видим, запустилось наше приложение. Пока что приложение ничего не делает. Оно содержит в себе размеченный интерфейс, но мы еще не писали программный код, который реагирует на события, такие как нажатие на кнопку. Такой программный код написать очень просто. Прямо здесь, в Visual Studio, мы нажимаем на кнопку и попадаем в файл и в нужный метод, в нужную функцию, которая вызывается при нажатии на кнопку. И здесь мы можем выполнять определенные действия, в частности, менять состояние интерфейса. Например, мы можем сделать так, чтобы текст блок 1 вместо текста написался другой текст. Я нажал кнопку. Ну, это, конечно, очень простое приложение. Ну, давайте, тем не менее, посмотрим, убедимся, что оно работает. Второй раз эмулятор запускается, видите, намного быстрее. Вот, оп, текст поменялся. Мы написали наше первое, ну, почти что полноценное приложение для Windows Phone. Как его можно сделать совсем полноценно? Ну, например, мы делаем из него предсказатель оценки на экзамене. Для этого нужно сделать очень немногое. Для этого нам понадобится специальная переменная генератор случайных чисел. Вот, скажем, мы создадим новый объект типа random, который будет генератором случайных чисел. И здесь вместо текста вместо текста напишем моя оценка будет и саму оценку. Оценку мы вычисляем так. Мы генерируем с помощью метода next очередную оценку в диапазоне от 2 до 5. преобразуем ее в строку для того, чтобы мы могли эту строку написать. Ну, и последние несколько эстетических улучшений приложения. Вместо надписи кнопка мы пишем предсказать. Делаем кнопку чуть пошире. Вот. И название приложения мы также меняем предсказатель. Запускаем наше приложение. И теперь мы можем им пользоваться для того, чтобы предсказывать свои оценки. Вот, к сожалению, предсказали, что моя оценка будет 2. Наверное, за этот доклад. Но это не беда. Мы можем попытаться еще раз и подобрать себе подходящую оценку. Ну, например, оценка 4 меня, наверное, более-менее устроит. Спасибо. С вами был Дмитрий Сожников. Если у вас есть вопросы, отзывы, комментарии по этому докладу, я буду очень рад их услышать по любому из приведенных здесь адресов. следите за новостями, читайте Twitter и доброго вам года. Субтитры сделал DimaTorzok